здравствуйте сегодня у нас на обзоре очередной проигрыватель значит это модель sony ps lx 520 выпускалась она в японии с 85 по 91 год значит мне кажется что это была одна из первых тангенциальных моделей которые появились моей коллекции когда у меня был период увлечения значит коллекционированием проигрывать или пластинок значит вот досталась она мне в комплекте значит со всеми инструкциями вот обычными на винил энджин естественно была инструкция сервисная очень хорошая значит и я по ней полностью значит настроил этот проигрыватель помню что хотят был давно лет 10 12 но я его запомнил потому что наверно все же был один из первых моих тангенсов что ну помимо того что стандартная чистка с маской естественно у него был дух лый пасек не работал тангенс я все это дело вычистил и значит он заработал как часы надо сказать что и крышка очень хорошем состоянии вот она немножко совсем ее тут мне знакомые чуть-чуть совсем полирнули да так она про почти вообще идеальная ну и в то время я значит еще и тогда и купил до кучи две иглы значит нашло нашел оригинальную видите sony вскую иглу в оригинальной упаковке японская а это игла такера сделанная джика вот ну что интересно значит это один мой такой проигрыватель на самом деле потом зачем-то неизвестно зачем я купил еще один такой же проигрыватель вот это вот вторая модель точнее второй экземпляр который это проигрыватель значит но у него крышка похуже состояние крышки в том изначально была родная игла и закрыты здесь игла уже не родная установлена но рабочий я все проверил значит этот проигрыватель как я его купил так и поставил на полку а сейчас перед демонстрации решил посмотреть но он естественно не работает вот я решил что я только заменю пасек если не заработает то и фиг с ним значит заменил пасек все заработал ну конечно надо почистить но не стал я этого делать потому что это как бы второй такой запасной вариант неизвестно зачем куплен я так подозреваю что он был за какие-то нам смешные деньги поэтому я не удержался и купил его хотя у меня есть коллекции иногда дубликаты но не так много вот тут такой дубликат образовался может быть когда-нибудь подарю кому-нибудь из своих приятелей но теперь сейчас мы вернемся опять первого экземпляру и посмотрим что там у нас и как устроена это такой совершенно классический тангенс у него классический тросиковый привод тонарма пасека двигателя ничего такого необычного значит это не биотрейсер который использовался в моделях более высокого класса но вполне такая хорошая такая уверенный проигрыватель высокого качества значит она у него прямоходный двигатель с кварцевой стабилизацией так значит что еще у него тут есть такое у него вот есть автомат датчик автоматического определения размер пластинки вот мы сейчас включим тут вот если видно не знаю зажигается вот тут огонечек значит это вот свет проходит она вот через эти дырки через дырки в диске попробуем снять вот и попадает вот здесь вот есть приемники значит приемник на два размера значит типовых которые есть это 17 сантиметров 40 45 к и классический 30 сантиметров старого формата 25 сантиметров ну там 20 сантиметров этот а эта модель не поддерживает если мы хотим значит послушать плосинку нестандартного размера скажем то вот можем это сделать вот тут то есть направляющие так вот их двигая поставить чтобы он лег и видите тогда отказ окажется отверстие закрыты то есть как бы получается 30 сантиметров можно будет подвигать его из произвести ручную пластинку любого размера она правильно чтобы насчет коврик лежал так чтобы отверстие были свободны совпали отверстие в накладке и в диске тогда размер будет определяться соответственно значит ну кнопочки тут у нас какие вот питание понятно переключение скоростей 33 и 45 вот ну потому что есть пластинки на 33 оборота маленькие а есть 40 пятки большие значит клавиша репит подъем пускание тонарма движение тонарма вперед назад ну и классическая клавиша старт-стоп вот он мне достался с вот такой вот накладкой даже на иглу значит крышечкой на иглу игла родная хотя я говорил что у меня есть и другая запасная но и родная игла играет вполне так ничего вполне прилично играет и это игла которая была сейчас мы посмотрим автоматический режим значит вот у нас включаем посмотрим как все будет происходить вот он надо ехал до начала встал и пошел работать и значит обратить внимание здесь зажег синдикатор кварцевой стабилизации вот если мы притормозим он погаснет сейчас он раскрутился значит когда выходит на скорость вперед же не вперед вот он поднимается значит можно куда надо поставить опустить играет так значит назад опустить играть если вам вдруг позвонили друзья вот вы потом хотите продолжить слушать того места с которого позвонили значит вот нажимаем это подняли тонар поговорили с друзьями снова опустили ну естественно значит здесь есть автостоп вот сейчас увидим как работает автостоп сразу туда отведем опустим посмотрим так все он сейчас дойдет до конца поедет на начало значит аналогично есть и функция повтор она здесь бесконечная вот мы сейчас вот так вот включена повтор значит вытащим на надо сначала раскрутить его включить вот теперь вытащим опять наконец якобы наш пластинка доиграл до конца пустим сюда вот посмотрим как он себя ведет так поднялся поехал обратно и сейчас пойдет играть сначала ну как бы все захотели закончить нажали стоп все наш вот такая вот простая конструкция работает отлично так теперь мы значит проверим как работает система автоматического определения размера размера на 40 пяточки я тут какую-то нашелся древнюю 40 пятку французскую вот поставим пуск нажали пуск видите он теперь определил другой размер поехал сюда но значит правильная скорость была нам еще надо 45 поставить потому что она скорость не определяет автоматически какую скорость выбрали такую играет вот хотя могли бы конечно сделать чтобы значит автоматически 45 на 45 а 33 на 33 то есть большие на 33 по умолчанию маленькие на 45 но вот не сделали ладно простимым это значит так тоже самое автостоп у нас пустили пошло поехало все закончилось отключится вот такая вот у нас замечательная штука проигрыватель значит ну я еще раз напомню что купил его 10 может 12 лет назад вот тогда его полностью привел в порядок поставил на полку и вот через этот срок я его снял включил и он работает но скорее всего уже пасек современные резины было с ним ничего не случилось за это время хотя ради интереса конечно можно поменять пластик снова но пока работает а не вижу особого смысла но и заключение значит и как обычно послушаем фрагмент вот такой пластиночки это танцевальный оркестр хьюга стрессора 68-69 год вот небольшой фрагмент я всегда об этом в конце говорю что значит грамм пластинка выпущена более 50 лет назад а значит все фонограммы с этой пластинки находятся в общественном достоянии на территории российской федерации ну не только российской федерации также во всех странах и ас ну наверняка про другие не могу точно сказать но наверняка и во многих других странах где установлен 50-летний срок охраны фонограмм ну на этом все про этот проигрыватель сейчас посмотрите послушайте фрагмент этой пластинки с той иглой который с которой я вы тогда и купил с оригинальной не будем никакую другую иглу ставить и на этом все спасибо большое и до новых встреч а 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»